Азербайджан сталкивается с фейковыми новостями на протяжении десятков лет, сообщил президент Ильхам Алиев в интервью BBC News. Глава государства подчеркивает, что против Азербайджана ведется настоящая информационная кампания с использованием специальных методов и приемов. Элементарно, практически в ежедневном режиме президент Азербайджана дает интервью зарубежным медиам. За 40 дней — 30 интервью. Все они были очень агрессивными, будто это не интервью, а обвинения, отмечает Ильхам Алиев. Никто не спрашивает у Бушиняна, почему он нанес удар по Гиандже баллистическими ракетами, почему он убил 92 человека, почему он совершил атаку на похоронную процессию в Тартаре, почему они для нападения на борду, в результате которого погиб 21 человек, еще 70 получили ранения, использовали кассетные бомбы «Смерч». Никто у него не спрашивает, никто не спрашивает у него, откуда он приобретает оружие. Примечательно, что BBC News записывал интервью с президентом Азербайджана Ильхам Алиевым 6 ноября. На следующий день, 7 ноября, немецкое издание «Тагишао» записало интервью с премьер-министром Армении. Корреспондент напрямую спросила Никол Пашиняна, почему они обстреливали кассетными снарядами азербайджанские города Гянджу и Борду, которые находятся далеко от зоны боевых действий. Премьер Армении заявил, что какая разница, где и как умирают мирные жители. Тем самым официально заявил о поддержке терроризма. Вы можете увидеть наши разрушенные села. Вы были в Гяндже. Наверное, можете поехать и в Борду. Так что нам нечего скрывать. Мы сражаемся на своих землях. Армянская армия находится на наших землях. Они агрессоры. А мы стали жертвой агрессии. Президент Ильхам Алиев среди фейковых новостей также назвал якобы отсутствие в Азербайджане свободных медиа. В наличии свободный интернет, отметил глава азербайджанского государства, уточнив, что в связи с военным положением имеют место некоторые ограничения. Число пользователей интернетом в Азербайджане сегодня превышает 80% населения. Это опять предвзятый подход. Это попытка сформировать в западной аудитории определенное мнение об Азербайджане. У нас есть оппозиция, есть НПО, у нас есть свободная политическая деятельность, есть свободная медиа, есть свободу слова. Если вы подняли этот вопрос, то могу ли я задать вам вопрос? Как вы оцениваете происходящее с господином Ассанджем? Это проявление свободы печати в вашей стране? Прежде чем приезжать в Азербайджан, президент посоветовал заубежным медиа просматривать всю информацию о стране. Приходить и читать здесь лекции не стоит, отметил Ильхам Алиев, подчеркнув, что не надо превращать вопросы в обвинения. Продолжение следует...